Российская Федерация угрожает ударом по Украине. Ну а как же освобождение братского народа? Вы так кричали это на весь мир. И это цитаты, которые пишут украинцы на социальных платформах. Или уже все ваши планы поменялись? А может быть они изначально были совсем другие? Факт того, что Российская Федерация своими действиями и риторикой показывает свое истинное лицо, но это некий такой оскал имперских амбиций, это стоит признать. Люди, их судьбы не в приоритете у России. И что это за эгоистичная постановка вопроса, если России не будет, зачем нам тогда такой мир? Ну что это такое? Хочется задать вопрос, ну а чего вам не хватало? Северный поток продавили, Южный поток с Китаем, Индией, Италией, Францией, Германией, и другими государствами наладили отношения. Собственная территория освоена на 15, максимум на 20%. Занимайтесь развитием Российской Федерации, покажите на делах всему миру, что такое русский мир. Поднимите уровень жизни своих граждан на завидный уровень. Нет, надо через колено, с позиции силы забрать у соседей, которым гарантировали территориальную целостность и защиту. Об этом говорит мутапештский меморандум. Забрать всякое желание и надежду на то, чтобы люди жили спокойно, мирно и счастливо. Как можно, так простите и извините за выражение, просрать свой потенциал? Ну как? Ну а сейчас я хочу обратиться к украинцам. Не забывайте, мы очень мощная нация и свою историю. Я очень пишусь тем, что я украинец. Мы очень удивлен, очень интересный, очень интересный, очень харизматичный, очень свободный народ. Мы уже давно объединялись и должны знать, что победа будет за нами. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому народу, слава нации, смерть врагам, любые украинцы. Перемога будет за нами. А то же доброго вечера. Мы из Украины.